В России уже началась реализация нового нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Его главная задача – стимулировать производство и закупку отечественных дронов. Специальные образовательные программы уже появились в сотнях российских школ. Там детей обучают собирать беспилотники и управлять ими. А сразу в шести регионах стартовали практические семинары для педагогов. Один из них прошел на базе Ульяновского авиаколледжа. Артем Петров о том, как студенты передают знания учителям. Отклонением левого стика вправо, вправо вниз. Вот он включается. То есть вот мы с вами взлетаем и проходим маршрут. Небольшой дрон поднимается вверх. А как управлять беспилотником, педагогам рассказывают студенты. Тот редкий случай, когда учителя обучают те, кого обычно просвещают они сами. На базе Ульяновского межрегионального центра компетенции стартовала практическая часть семинара, где больше сотни педагогов узнают о дронах практически все. Педагоги будут разбирать, собирать различные беспилотные авиационные системы, обучаться их пилотированию, настройке, программированию. Ну то есть всем необходимым компетенциям, чему собственно они в последующем будут обучать наших ребят в школах. До этого почти два месяца учителя из пяти Павловских регионов изучали теорию. В Ульяновске они приступили к практическим занятиям, которые продлятся ровно две недели. В Ульяновске начали с полетов на симуляторе, а следом вышли из виртуального пространства в реальное. Все новое всегда сложно, но для этого мы здесь собрались, для того, чтобы было проще, было легче, чтобы мы к детям уже вышли с тем багажом знаний, которые мы им будем передавать. В каждом образовательном учреждении, которое представляют педагоги, активно развиваются программы беспилотных технологий. Такой спрос продиктован временем. Дроны уже стали важной частью жизни. В сферах применения самые разные, а перспективы глобальны. Видим, как сейчас мир развивается, и видим, что беспилотники, они занимают такое важное значение на рынке современного труда. Хочется уже все-таки пощупать электронику, понять, как с ней взаимодействовать, и, соответственно, потом набраться опыта лично и этот опыт передать уже детям. Только в Ульяновской области за этот год планируется открытие классов по беспилотной авиации сразу в 17 школах и колледжах. Их поможет федеральная программа стимулирования спроса на отечественные беспилотные системы. Она входит в новый нацпроект, инициированный Владимиром Путиным. Среди приоритетных задач не только закупка российских БПЛА, но также развитие серийного производства элементов наземной инфраструктуры и компонентов, унифицированных для большинства изготовителей. Артем Петров, Идамир Губеев. Вести. Ульяновск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова